Ну, тогда скажите, как достичь его? Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на Радио Теус. Всем привет! С вами «Формула семьи» на Радио Теус в 14.00 по Москве. Ну что, друзья, сегодня мы с Сергеем Толоконниковым будем обсуждать конфликты, причину и типологию. Вот так с первых секунд эфира я взяла и зарядила тему. Друзья, я задам вам сразу же тоже с первых секунд, доставшихся мне уже, вопрос. Как вы относитесь к конфликтам? Ваше внутреннее отношение, ваши действия? И опишите что-нибудь, как говорят художники или поэты, что-нибудь из последнего. Что с вами произошло? Что вы в результате конфликта получили? Вот это обращение ко всем тем, кто нас слушает. Пишите нам, звоните 8 800 333 17 06. Сообщение можно оставить на сайте с помощью мобильных приложений Радио Теус. И также у нас есть Вайбер и Ватсап. Плюс семь девятьсот семьдесят семь восемьсот пятьдесят ноль девять девяносто шесть. У меня голос сегодня с хрипотцой, так что желаю нашим слушателям не болеть в эту осень дождливую. Дождливую, говорят, эпидемия идет. Да, и достаточно серьезная. Такие близкие и знакомые оказались захвачены шлейфом этой неприятной штуки. И, в общем-то, прямо на них очень больно смотреть. Реально неприятная вещь. Друзья, всем вам здоровья. И, пожалуйста, не будьте беспечны. Делайте что-нибудь для того, чтобы ваше здоровье вас не покидало на некоторое время и не уезжало в отпуск в теплые края. А вы оставались расквашенным и не в состоянии даже сообразить, что происходит и кто вы. Вот поэтому пейте витамины, ешьте фрукты и, знаете, как-то одевайтесь так, чтобы не промокать. Хотела только что сказать про одежду, о том, что хочется еще пощеголять в летних платьицах. А когда на улице плюс восемь, хоть и в сентябре, понимаешь, что как-то не стоит этого делать. Но пощеголять можно, а потом цена может быть две недели вашего такого покоя в неадекватном состоянии. Друзья, но мы про конфликт. Вот в данном случае это конфликт действительности с нашими желаниями. Хочется одно, а на поверху-то выходит совсем другое. Да, хотели как лучше, а вышло как всегда. Вот это уже крылатое выражение, которое просто стало, знаете, такой абсолютно уже, знаете, это уже народная поговорка практически. Хочется коснуться конфликтов, потому что это то, без чего невозможна жизнь человека. Нет ни одного человека, который бы вел нормальную жизнь, был социализированным, и у него не происходило бы конфликтов. То есть конфликт – это нормальное состояние человека, находиться в конфликте. Нет, это ненормальное состояние человека. Человек не должен находиться все время в конфликте. Но без этого он не может. Да, просто он не может обойтись без наличия вот этого вот явления конфликт в его собственной жизни. Нельзя. То есть так же, как нельзя прожить жизнь, нося одну и ту же одежду. Ну, грубо говоря, если вам было три года и вас нарядили, в 30 вы будете в другой одежде. И конфликт – это то, что точно так же будет вас сопровождать, как изменение одежды, изменение вашего роста, веса, еще чего-то, умений, знаний, чего-то такого. Конфликт – это вещь, к которой нам нужно определенным правильным образом отнестись. А, конечно же, когда мы говорим о семье, то невозможно семейная жизнь без конфликта. Невозможно. Со мной, наверное, кто-то поспорит, скажет, что это вот не так или это не совсем так. Очень, может быть, не готов сейчас говорить о стопроцентности, но готов говорить о том, что в подавляющем большинстве случаев практически все время каждую семью сопровождает такое явление, как конфликт. Она периодична в нашей жизни. У меня ощущение, что семья строится, начинает на конфликте. В первые месяцы брака. Совершенно верно, Эля. Вот легко находить нам с вами здесь общий язык, потому что это так и есть. И моя собственная жизнь, она точно так же строилась, семейная жизнь, на том, что я долго понимать пытался, а что теперь делать, потому что все было не так, как я думал. Действительность оказалась иной. Мои ожидания, они, знаете, как вот, они не оправдывались. И этот список неоправданностей, он все рос и рос. И это накапливало во мне недоумение, а значит, и приводило в определенный момент конфликтности. Конфликтности с моей супругой, с которой мы прожили уже 25 лет. И это неизбежно, друзья. Неизбежно, потому что... Ну, потому что потому. Немножечко поговорим о том же, а что же такое конфликт тогда? А что, с чем его надо есть? Как к нему относиться? Я задал вопрос вам, как вы к нему относитесь. Но я буду на протяжении нескольких передач говорить об отношении к конфликту, которое должно у нас быть сформировано. Большинство людей конфликта боятся. Почему? Потому что само понятие конфликта вообще, оно в разных областях знания, науки, оно по-разному формулируется. Но в любых областях это все равно связано со столкновением. Потому что слово «конфликт» – это с латинского «столкновение». Человек сталкивается. И мне гораздо ближе формулировка, которая, надо сказать, это еще товарищ Маркс занимался очень серьезно конфликтологией. И, можно сказать, он один из основоположников вообще этого конфликтологии как направления, как науки. В социологии, прежде всего, конечно же. Так вот, определение приблизительно такое. Я не зачитываю его, поэтому по памяти своей говорю, которая не всегда способна фотографически работать. «Конфликт» – это способ разрешения противоречий. Причем способ достаточно эмоционально приподнятый, скажем так. То есть это высшая степень накала в попытке решить противоречия. Да, которые потом могут закончиться дракой и так далее, и так далее. Это уже определенная стадия конфликта, которую мы будем называть дракой. Я буду говорить о том, как до нее не добраться, как не попасть в этот паровоз. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот эти вещи, пускай хотя бы так будут звучать, но уже не будут звучать пулеметные очереди с этого бронепоезда. И залпы пушек, залпы тихорудий, которые дают знать, что, ну, все, бронепоезд уже в действии. Вот мы перед эфиром с Сергеем спорили. Он говорил, что он достаточно активный человек, его можно вывести из себя, что он тоже подвержен конфликту. Я вот считаю, что нет. Ну, я просто пока дохожу, все силы остаются. Я уже на радио ТОС прихожу в сонном состоянии. То есть меня почти на тележке довозят сюда, на каталке, поэтому здесь я уже совсем не активный. Ну, я достаточно такой. Я больше похож на... Помните персонаж Сид, ленивец из... Мультика, да, «Ледниковый период». Да, «Ледниковый период». Там масса хороших находок. Сид вот такой. Ну, причем не сам Сид, потому что он там активный. Он же противоположность настоящему ленивцу. А я такой Сид, еще более приближенный к реальным ленивцам. Да, вот такой он достаточно медленный. Ну, не настолько, как все-таки ленивцы. Причем я могу быть очень быстрым. Я достаточно быстро соображаю, когда особенно нахожусь в стадии конфликта. Ну, вот раз про мультики заговорили, Белку там, помните? Который заряд. Ну, вот это я. Понятно. Ну, два очень похожих и близких персонажа. Мы поговорим все-таки после маленькой паузы о том, а как же нам все-таки относиться к конфликту. Сердцу не прикажешь. Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт радиотеус.ру С вами «Формула семьи». Сегодня у нас 29 сентября. В эфире Эльвира Чепенко и Сергей Толоконников. Мы сегодня говорим о конфликтах, причинах и типологии. У нас уже есть первое сообщение от Ильи Богданова. Да, Илья, здравствуйте. Спасибо. Добрый день, Илья. Он у нас пишет. Я считаю, что конфликт не так уж плох. Конфликт лишь делает «тайное явным» в кавычках. Главное – уметь конфликтовать. Не зря же есть даже такая наука – конфликтология. Помню, мне нравилось ее в универе изучать. Многие просто путают конфликты с руганью. Но это уже следствие. А если ты четко заявляешь свою позицию и умеешь ее отстаивать, то в этом, по-моему, ничего плохого нет. Если это какие-то принципиальные вещи. Илья, прям хочется вас в студию сюда заполучить, чтобы вместе с вами уже начать продолжение разворачивать то, о чем мы здесь говорим. Конечно же, конечно же. Особенно если вы изучали в универе конфликтологию, то вы понимаете суть предмета. Конфликтология, она изучает конфликты, а предметом изучения является, собственно, генезис, из-за чего конфликты происходят, а также как ими управлять, как их предотвращать. Вот предмет изучения конфликтологии. У меня тоже был такой предмет, и я настолько была удивлена, что от того, где сидит человек за столом на совещании, можно просто определить, будет между этим человеком и руководителем конфликт или нет. Вот, наверное, не всегда можно так жестко, но вообще часто именно так и определяются вещи, которые заставляют нас оказаться в конфликте. Так вот, конфликт – это столкновение в попытке, на самом деле в попытке достичь определенной цели. У каждого она может оказаться своей, разной, и поэтому, двигаясь вместе, это вот на перекрестке иногда бывает, когда все двигались к своей цели, а вот столкнулись. Вот это вот пример конфликта. И мы пытаемся добраться до своей цели. Но если у вас нет стремления просто всех смести, ну, если вы просто не танк, например, не бронепоезд, тот по рельсам ходит, конфликтовать с ним сложно, если вы только хотя бы не другой бронепоезд. Или вы самолет, способный, в общем-то, делать налеты сверху. Мне аж стыдно стало, Сергей. Ну, что вы? Что? Ну, я вообще ничего личного. Узнаю себя, да. Вот, я же вообще ничего не хотел в ваш адрес сказать. Я просто к тому, что если цель не эта, то все остальное на самом деле способно созидать. Созидать отношения, друзья. Давайте так. Вот вы вспомните сейчас ваши отношения с близкими вам людьми. Мы говорим, конечно же, о семье. Прежде и больше всего. Это же наша тема, наш контекст, формула семьи. Но если вы вспомните себя, чтобы вам стало легче, вспомните друзей, ну, неужели у вас не было конфликтов с друзьями? Причем иногда из-за такой глупости. Ну, да. Но конфликт вот был, и остается осадок, и даже вы расходитесь потом, и больше не встречаетесь. Ага, ага. И да, и вот там про горшок идут сразу реплики. Потому что очень обидно, очень как-то вот все не так. Но вот то, что Илья сказал, очень важно. Мы должны иметь свое мнение, свою позицию, и уметь аргументированно ее отстаивать. На самом деле это не так просто делать, как кажется. Аргументированно отстаивать – это искусство. Все наше умение и наше искусство, в кавычках, сводится к тому, что сам дурак. Я же так сказал, я так решил, и будет так. На каком основании? Это часто у родителей с детьми такой конфликт. Можно гулять? Нет, почему? Я сказала. Потому что – ответ. Да-да-да. А у меня мои близкие друзья, вот там папа особенно отвечал, он говорил, потому что, потому что, потому что. Ребенку стало 8 лет. Он задал вопрос очередной раз, услышал, потому что. И ответил, потому что, папа, это не ответ. И папа просто грохнулся со стула, потому что это действительно не ответ. Ему нужно было аргументировать. Ребенку уже 8. Ответ, потому что не подходит. Уже нужно что-то больше. И нам нужно находить аргументы. Иногда у нас их нет, кроме желания, кроме своей собственной убежденности, что я абсолютно прав, ничего другого нет. И когда ты начинаешь смотреть на себя со стороны, вытаскивать аргументацию, ты ее проговариваешь и понимаешь, что она недостаточная. В ней есть дефицит настоящего. Это просто вот ничего. Вот в этот момент, если вы нормальный человек, в вас должно что-то екнуть. И вы должны хотя бы спросить точку зрения другого. Если мы говорим о семье, то это точки зрения вашего супруга. Послушайте, что он вам скажет. И попробуйте послушать это спокойно. Это трудно, раз у вас уже конфликт. Но это возможно. Может быть, вам нужно немножечко разойтись. Вот смотрите, мы говорим о семье, ведь не только о том, что есть муж и жена. Это основа, без которой все остальное, оно называется неполная семья. И совершенно справедливо. Но ведь есть же какие конфликты? Межвозрастные. Это очень серьезный конфликт. Конфликт отцов и детей, он действительно извечный. Обратите внимание, как взрослые говорят о детях. Они говорят о них в третьем лице. Они. У них. Эти. Подразумевается, что дети вообще это вот... Даже как бы люди или не люди, неизвестно. То есть как будто это кто-то другой. Это другие люди. Если и люди, то другие. Потому что явно есть солидарность в мышлении, во взаимопонимании мы проникаем гораздо глубже. И есть дистанция между нами и теми, кто отличается по возрасту. Это конфликт очень часто. Очень часто конфликт. И для детей, в их восприятии, взрослые, они другие, действительно. Они тоже говорят... Небожители. Да. Иногда вот такие греческие небожители, вредные очень, заставляющие детей переживать какие-то неприятности сплошные. Потому что там же ж боги, они вмешиваются так, что, ну, мало не покажется. Они столько гадостей там делают, что столько мести. И вот, да, это вот такие небожители. Олимпийские боги, прежде всего. Так вот, и здесь есть конфликт. Есть столкновение. Я вообще-то... Вот Илья описал в своем сообщении, что многие из нас просто скатываются в ругань. Вообще очень приятно слышать, что в университетах всего больше преподают конфликтологию. Потому что в наше время такого не было. Если это только не специально было, специально образовательный предмет, то, конечно же, этого не преподавали. Но сейчас это есть, потому что конфликт – это то, что нас преследует в разных областях. Есть политические конфликты, есть социальные конфликты, есть межличностные конфликты, есть конфликты, которые происходят между людьми, находящимися в малой группе и в большой группе. Есть конфликты, которые... Вот семейная тематика, она же как бы тоже прям отдельная категория. Почему возникает конфликт? У вас кризис. Вот мы до этого говорили, две передачи были про кризисы. Кризис – это невозможность достичь определенных целей теми средствами, которые раньше работали. А вы все равно будете хотеть достичь, и вы начнете испытывать нехватку, дефицит инструментов, и в конце концов, в том числе и в эмоциональной своей сфере, вы будете переживать накал, вы будете переживать напор. Вам нужно будет что-то сделать. Найти новый инструментарий иногда нельзя без прохождения конфликта. Вот я к чему? Определение конфликта, которое было у Ильи, он сказал, это не ругань, это правда, да, и конфликт – это не драка. Ну, это уже определенная, может быть, стадия, можно и так называть. Но вообще изначально это столкновение, но не драка. Я на одной из свадьб, эта свадьба была моей племянницей, я за столом встал и сказал, произнося тост, я сказал, что вообще я желаю вам научиться ругаться. После этого пьяная компания немножко так стала на меня коситься, что за пожелание. Все чувствуют какой-то диссонанс между вроде бы веселым событием и тем, что я желаю. Ну, и на этой теме я развернул… Лекция, да, на свадьбе? Нет, не лекция, это было действительно пожелание, но тут мне удалось хотя бы внести нотку, зачем мы сюда собрались, и что все это не так весело может оказаться, но что в этом можно и нужно двигаться. Да, вот такая лекция была больше 20 лет назад, поэтому как-то все вот при этом поняли, что вообще семья – это здорово. А до этого все просто сидели и чокались по любому поводу и просто, как и положено, квасили на этой замечательной свадьбе. Собственно, настоящая русская традиция. А что еще делать? Сейчас вот через некоторое время просто пойдем лица бить, и все. У нас по плану это стоит. Вот как бы, что же вы нам, праздник-то… Вы смеетесь, нет, а действительно по плану. Праздник-то нет. Я не хотел бы участвовать в этой свадьбе даже в качестве зрителя, потому что мне это кажется очень… С одной стороны смешным, с другой стороны очень грустным. Ну что же это за такое… Особенно, когда жених принимает участие, а невеста лезет его разнимать, и нечаянно ей кто-нибудь еще… Да, да, вытащить, да. Ей как раз глаз подбивает. Это же совсем, да. На второй день это вот все смотрится просто феерично. Я пожелал научиться ругаться. А я под этим подразумеваю следующее. Научиться ругаться – это значит, друзья, не перейти границы, за которыми вы как раз окажетесь в ругании или в драке. А в семье это гораздо легче, гораздо быстрее можно попасть в эту ситуацию. Потому что накал, потому что близости очень велики. Если с друзьями ссоримся, то в семье это происходит, ну, может происходить многократно. Как добиться от себя и от супруга совсем другого поведения? Мы будем вот говорить несколько передач, даже больше, чем о кризисах, об этом. Первое, что хочу сказать – нельзя переходить за границей. Первое. А за границей – это что значит? Значит, оскорбление и так далее, и так далее? Точно. То есть находиться в рамках приличия? Можно это называть так. Для меня это нечто большее, чем просто приличие. Это не переходить границу уважения. Потому что вы конфликтуете по какой-то конкретной причине. Вы разговариваете на достаточно повышенных тонах о том, что вам не нравится, но вы стараетесь не скатиться при этом, не уйти от конкретики. Например, в гипотетическое обвинение «ты всегда». Вот это вот первое. Ну, вы говорите о чем-то конкретном. А когда вы говорите «ты всегда», это значит, человек получает от вас клеймо. Я всегда, а дальше, значит, двоеточие. Я всегда забываю. Я всегда, значит, что-то не делаю. Ну, а если вот действительно всегда? Как правило, такого не бывает. Но очень часто. Вот если даже вы скажете «очень часто», это звучит по-другому для человека. В этом и разница. Шанс есть, да? Конечно. Потому что человек очень четко, особенно мужчина, особенно мужчина. Женщины по-другому воспринимают слова. Но женщины любят гиперболизировать, и поэтому будут говорить «всегда». А мужчина после слов «всегда» вы попали в самую жесткую стадию конфликта с ним. Вы просто не выберетесь, пока не скажете «я неправильно сказала». Я признаю, что неудачно было. Ты довольно часто, ты регулярно. Это по-другому звучит. Всегда. Это значит «всегда» для мужчины. И более того, когда вы говорите еще что-то, вы скатываетесь на то, чтобы его еще как-то и оскорбить. Если вы это сделаете, просто какое-то скажете обидное слово в обидном тоне, вы перешли границу. Вам нужно оттуда выбираться. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же ее не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи» в эфире. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. «Формула семьи» в эфире. Звоните нам, пишите. Сергей задал ключевой вопрос в начале эфира. Похоже, нет ответа на мой вопрос. Никакого... Вы слушаете, просто не должен быть никакого отношения к конфликту. Какое отношение? Вообще просто нет отношения к конфликту. Правильно? Ничего сказать. Ну, не зато. Расскажите, друзья, о том, как вы относитесь к конфликтам. Конфликтные люди вообще, слушатели наши, или спокойные люди? А, кстати, у меня же есть опрос. Вот по опросу, собственно, я и спросила наших слушателей, ссорятся они с людьми или нет, вообще часто или нет. Всего 16% в 70-х сказали, что да, я часто ссорюсь. То есть остальные, а это 83 и 3, они не ссорятся. Ну, скажем так, они стараются этого не делать, им это не нравится. Но это очень похоже на правду. Это действительно где-то вот приблизительно та статистика. Ну, как бы до 20% они вообще достаточно конфликтно себя ведут. Это связано еще с чем? Это связано с характером человека. Это с его особенностями, специфическими личностными особенностями, которые он не может просто взять и выкинуть, и переделаться окончательно, он не может. Нужно просто научиться с этим жить. Из-за чего могут быть конфликты еще? Это конфликты у вас могут возникать, друзья, еще и потому, что у вас разные роли. Вот разные роли могут вызвать у вас конфликтность. Разные роли в семье? Да, мамы и папы. Так а как по-другому? Так это значит, что вы будете переживать конфликт. Когда люди живут очень-очень неконфликтно, я задаю вопрос следующий. Во-первых, для меня это сам по себе момент очень непростой. Но я задаю вопрос тогда следующий. У вас дети есть? Дети это просто обостряют все. Потому что если вы даже не очень конфликтный человек... У меня есть друзья, которые... Вот пара такая оба спокойная. Вообще очень спокойная. Ну, просто, ну, совсем спокойная. Ну, что вы думаете? Ну, что? Появился ребенок и все, и понеслась. Конечно. Почему ты не прополесосил? Не-не-не-не-не-не. Это что? Это не так. Просто там все спокойно. Оно достаточно жестко. Не быстро произносится. Но доходчиво, поверьте. И, понимаете, ребенок, он выводит вас. Он вас выведет из той зоны, в которой вы были. Вы точно окажетесь в той, в которой вы еще не были. И вы будете чувствовать себя неуютно. И это не значит, что вы все время там будете находиться. Но это значит, что вы точно попадете в ситуации, в которых вы не знаете, как себя вести. Вы уже положили все свои умения и знания и силы, а еще не получили нужного результата. Вот это дети делают просто одним только щелчком, мановением ручки или ножки. И все происходит. Я поняла, в общем, я обречена уже, да. Конечно, конечно. Конечно. Но, знаете, что еще говорят о конфликтах, например, социологи? Они говорят, что это вообще конфликт, это способ социализации. И я с ними согласен абсолютно. Как это происходит? Поясните. Поясняю. Ребенок, вот на примере ребенка, это его еще маленькая такая малая социализация, давайте так назовем, через семью, найти свое место в семье. Он может это делать в песочнице, он может это делать. Ну, в семье это просто больше. Он, первый, например, он не слушается. Это родители говорят, нельзя. Он смотрит в глаза и делает то, что он считает нужным делать. Это большинство детей делает именно так. Это их способ социализации. Они пытаются понять, где границы дозволенного, где их собственно... Они еще даже себя не осознают. У них представление о собственном «я» еще не сформировано. Оно позже будет. Но они так познают этот мир. Они познают и себя так, и познают родителей так. Это их способ найти в этом пространстве для себя координаты, ориентиры. И если, дорогие родители, вы ничего не делаете, чтобы помочь детям, они будут продолжать это до тех пор, пока вы не взорветесь. А потом на шею могут сесть. Конечно. Ну, если вам нравится, что они у вас сидят, и ножки вот рядом, так сказать, с вашими ушами... Болтают так вот. Да, то это, что называется, вам в руки флаг, ну, и еще что-нибудь, барабаны, как говорят, на шею. Но если не нравится, делайте что-нибудь. Ну, и более того, вы помогаете ребенку. Вы помогаете ребенку социализироваться. Еще пример, как ребенок это делает. Например, он подбегает и просто бьет папу в живот. Ничего себе. С чего это вдруг? А это вот... Вот он так правильно... Ну, он не со злобы это делает, но он... Это для него попытка сориентироваться. Вот какой-то импульс. А вот можно так или нельзя? А какая будет реакция? А что в результате получу я? И постепенно ребенок начинает, благодаря реакции той или иной, находить вот самого себя вот в этом пространстве. Знаете, мои друзья как-то так сказали... Ну, вот давайте сейчас проверим эту гипотезу, что после конфликта в семье, когда конфликт пройден правильно, двое выходят на другой уровень взаимопонимания, на другую глубину, можно сказать, взаимопонимания и взаимодействия. И это чувствуется, потому что вот это взаимное проникновение, оно как каким-то эхом тебя заполняет. Эля? Ну, это же логично. Логично. У вас так было? Да, конечно. Вы решили какую-то проблему. Все. Вы знаете, как вот в этой сфере поступать. Вы ее изучили. Вы на ней наорались. Хорошо, что не надрались. Вы все. Она вдоль и поперек. Все уяснено. Понятно, как поступать. Навряд ли к этому еще вы вернетесь, если вы до конца уже приняли решение. Практика показывает, что вернетесь. Ну да. Но есть вот это вот ощущение, что вы любите друг друга больше. Да, потому что понимать стали больше. Это логично. Мы же все разные. Да. Я не знаю, как это. Вот вы говорите логично. Интересно это слышать от женщины. Но я даже не могу так назвать. И вот это вот явление, что оно именно логичное. Но оно точно и точно есть. Оно действительно присутствует. Ну а чего можно ожидать еще после разрешения конфликта? Естественно, более крепких связей. Вот, друзья. А вот это положительная часть конфликтов. Мы говорили об отношениях. Как к ним относиться? Ну хоть что-то есть в них положительное. То есть зря я, что ли, нервы трачу. Нет, не зря. Более того, если вы не будете тратить некоторое количество нервов, вы взорветесь потом или по-другому не получится. Это ваш темперамент, ваша особенность. Но важно, что вот это абсолютно неизбежное, но с этим неизбежным приходит абсолютно неизбежно положительное придет. Ждите этого. Всеми фибрами души. Любовь нам пишет. У нас есть сообщение на сайте. Пишет Любовь. Добрый день. Я не умею конфликтовать. До последнего держусь. Накапливаю. А потом прорывается. Могу кричать на детей. На мужа нет. Но могу обидеть. В целях защиты. Да, конечно. А потом стыдно. А детей всегда жалко. Потом извиняюсь. А иногда бывает наоборот. Знаете, перед детьми стыдно. А мужа жалко. И то, и другое. Какое-то вот оно. Но оно не такое. Не такое, как хотелось бы. Подождите. Она еще спрашивает у вас. Хотела бы, говорит, научиться правильно конфликтовать. У нас будет на правах скрытая реклама. У нас будет как раз в московской семинаре, если вы житель Москвы, у нас будет курс как раз по конфликтологии. Мы там будем гораздо подробнее говорить об этом. Welcome. Посмотрите на сайте. Такая московская семинария. Это как московская? Значит, евроазиатская богословская семинария. Она называется так. Я просто как бы сориентировал жителей города Москвы на то, что вообще можно приехать и поучиться. Мы будем и практику там некоторую давать. Но спасибо, кстати, что вы слушаете. Любовь нас. Нельзя только передачами обойтись. Честное слово, это очень сложно. Но пробуйте. Пробуйте. Если вдруг у вас на него не получится приехать, посмотрите что-нибудь, почитайте и попробуйте. Очень часто для того, чтобы разобраться с конфликтом, нужно выйти из острой стадии. Я вам сейчас скажу такие практически советы. Из стадии, когда вы просто закипели, вы чувствуете, что, знаете, вы уже в Буденовке. С шашкой на голову. Вы из бронепоезда вылезли, и у вас Буденовка на голове. И мне очень нравится там объяснение человека. Если вы помните форму Буденовки, то у него такой вот этот самый куполок, маковка такая наверху. Не знаю, от кого это взята была. От монголов, наверное. Знаете, зачем это? А это вот, говорит, когда они пели, что кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. То есть, когда разум кипит, нужно, чтобы пар не взорвал, а скапливался здесь. И поэтому вот такая вот, видимо, специальная штука для пара была. Если вы чувствуете, что вы уже в Буденовке, то вам самое время просто уйти. Просто физически уйти от тех, с кем это... Если оппоненты не понимают этого. Вот, например, про детей тоже речь. Они не понимают, что надо оставить сейчас человека в покое, если не хотят получить. Оппоненты этого не понимают. Знаете, я скажу так, ничего страшного не произойдет, если вы сделаете, например, такую вещь, как предупредительный выстрел. Воздух обычно. Если сейчас вы не дадите мне покоя, будет плохо. И тоже тишина. И все разошлись по углам. Да, начнут соображать оппоненты ваши, которые в виде детей или в виде супруга или супруги нужно просто, чтобы сам по себе накал спал, потому что вы не готовы друг друга слышать, вы не готовы сами адекватное что-то сказать, вы готовы сейчас расстрелять массу людей, вы готовы порубить всех в капусту, как говорят, но из этого ничего хорошего не выйдет, друзья. Вы готовы только ранить. Вот это первое. Вернее, скажем так, это уже второе. Первое, нужно не перейти границу. Не перейти границу. Не начать оскорблять. А второе, если вы чувствуете, что вы накапливаете уже, так сказать, заряд нетворческого зла, то вам нужно просто физически удалиться. И после того, когда просто спадет пар из вашей буденовки, вернуться к разговору. Мы поговорим после маленькой паузы о том, как пробовать вести разговор. Иногда двух минут хватит одного взгляда, и все перевернутся в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу «Формула семьи» на Луфе. Телефон прямого эфира. 8 800 333 17 06. Ну что, друзья, «Формула семьи» продолжает разговор на тему конфликтов, причины и типологии. Вот Сергей рассказывает нам о том, как избежать конфликтов и как их разрешить. А у нас есть еще одно сообщение. Прочитаем. Так, пишет нам слушательница. Так и подписалась. Такая ситуация в нашей семье сложилась. Муж летом уехал к своим родителям в другую страну. Я со взрослыми детьми в России. Сегодня очень серьезный был разговор с мужем. Он прям требует через определенное время оставить детей и приехать к нему на постоянное место жительства. А я не хочу. Но ему сказала, что посмотрим, как будет дальше. Чувствую, будет конфликт. Ну, конфликт будет у вас, уважаемая слушательница. Смотрите, у вас уже все предпосылки конфликта есть. То есть генезисом этого конфликта является разница интересов. Вы не хотите оставить ваших детей. Вы хотите остаться. Ваш супруг хочет прямо противоположно. Вот как бы бывает, знаете, как, хоть по диагонали какое-то движение, а тут все прямо вот лоб в лоб. Да, у вас есть конфликт, друзья. Вот есть классификация еще такая. Есть скрытые конфликты и открытые. Один из советов. Постарайтесь перевести тот конфликт, который вы заметили, он у вас присутствует, и он находится в скрытой стадии, перевести его в открытую стадию. Потому что, если вы этого не сделаете, вас ожидают достаточно мрачные последствия. Какие? Первое, что с вами произойдет. Вы точно будете находиться, вы его будете переживать как конфликта. Это значит, что у вас будет происходить накопление негативное. Потому что вы же не видите никакого изменения. Но вы думаете, что оно рассосется, а оно не рассосется. Знаете, это как беременность, она не рассасывается. В этом смысле вам нужно приготовиться к правильному движению. И этим движением первый шаг в этом – это осознание. Второй шаг – попытка выведения конфликта в открытую стадию. Обозначить о том, что у вас разные интересы. Давай обсуждать. Если вы этого не сделаете, накопление приведет к тому, что в определенный момент вы взорветесь, но взорветесь по совершенно другому поводу. У вас просто не хватит сил конструктивно разговаривать, и вы можете не добраться просто до этой темы, а взорветесь вы совершенно от какого-нибудь пустяка. И проговорите массу неприятных вещей вашему близкому человеку, и он не будет понимать, он будет думать, что это связано вот с тем, что он сделал. А это вообще, знаете, как это никак не связано. Это просто вы накопили. Как вот Любовь говорит, ну, я же держусь до последнего. Не надо держаться до последнего. Потом как там, Мила Йовович, бада-бада-бум. Да-да-да. Ага, бада-бум будет. Это вот точно будет, вот муж войдет, как такой знатный жених, шляпу снял с шампанским, и с цветами, а выйдет с этой гвоздичкой на ушах. И он не будет понимать, в чем он неправ. Понимаете? А у вас там целое досье есть на него, что называется, контора пишет. Там вы же накопили это и не сказали ничего, не попытались об этом как-то поговорить, обсудить это. Иногда это бывает несколько, то есть иногда несколько, иногда много раз надо обговаривать. Причем, если у вас не получилось это обговаривать вдвоем, значит, вам нужен кто-то, кто поможет вам и будет модератором вашего общения. Как он в другой стране? Она здесь, в России. Они уже не сходят на консультацию. В этом смысле, чисто технически. Во-первых, здесь у слушательницы, я буду с большой буквы «С», это для себя так вот обозначать, у слушательницы, пока еще не было даже попытки сказать, потому что она не хочет неприятного разговора. Но разговор может быть гораздо более неприятный впоследствии, потому что ваш супруг вам еще будет говорить, что вы просто нечестны с ним. Это будет не то чтобы правдой, но и возразить будет нечего. «Что ж ты столько молчал?» Он скажет. Вам нужно набраться смелости и поговорить, обсудить. Ну, это не значит, что вы сразу же должны сдаться, сдать свои позиции, или вы обязательно должны настоять. Вы должны совместно начать искать решения. А вопрос технический, а как это? Для начала нужно хотя бы вдвоем поговорить. А после того, когда вы вообще никак не договоритесь ни о чем несколько раз, после этого можно будет кого-то привлечь. Например, следующим образом, что это будет человек, который будет вместе с вами, а муж будет по скайпу разговаривать. И человек ваш будет помогать. Он будет не на вашей стороне жестко стоять, потому что это не модератор тогда. Это просто ваш агент. То есть это в таком случае, это не мама, не папа, это какой-то сторонний человек, лучший консультант-психолог. Бывают мамы и папы, которые способны, у них достаточно мудрости увидеть, что, например, их ребенок неправильно хочет, неправильно действует. Но этих мам и пап не так много, их очень мало, потому что очень тяжело удержаться. Поэтому лучше, чтобы это был какой-то ваш, может быть, общий знакомый, способный держать нейтралитет. И к вам, и к вашему супругу. Продолжим еще разговор, но сейчас у нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот как раз-таки это слушательница. О, очень приятно. Здравствуйте, здравствуйте. Наверное, дополню, и очень ценные советы услышала. На самом деле разговор уже сегодня по скайпу возни. Мы с детьми хотели взять ипотеку. И, так сказать, да, живем мы на съемной уже лет 20. И уже, в принципе, все готовы к ипотеке. И как раз вчера, когда дочь сказала, папа, ты знаешь, наверное, мы с января посмотрим, как что берем ипотеку. Дети не женаты, не устроены, все молодые. На что он утром мне позвонил и говорит, а что ты собираешься всю жизнь там, жить там, а я вот здесь, у меня престарелые родители, я должен за ними ухаживать. Я говорю, давай предлагаю, какие варианты. У нас был договор, что ни женатых, ни замужних детей мы не оставим одних. Вот такие у нас принципы семейные. Ну, хорошо, в течение, может быть, года-двух они поженятся, и ты возвращайся ко мне. Туда, вернее, приезжай туда. Вот. А что я ему говорю? Что я буду там делать? Здесь я работаю преподавателем. Русский язык, литература. В этой стране я, не знаю языка, не смогу работать в школе или в детском саду. Я могу только частно преподавать. Он говорит, нет, и здесь люди работают. В общем, найдем что-нибудь. Вот. То есть вот мне не хочется менять сферу. Ну, два года вроде как у меня есть время. Да, у вас, вот смотрите. Очень спасибо вам огромное, что вы отважились еще позвонить. Смотрите, как у вас хорошо получилось. Вы, собственно, уже заранее сделали то, что я советую в таких ситуациях делать. Вы из скрытого конфликт сделали открытым. Вы обозначились. И посмотрите, как. Он не стал вас третировать. Ну, во-первых, у вас есть два года. Во-вторых, за это время вы попробуйте как бы действительно подумать. Быть вместе с мужем – это важная вещь. И у вас действительно очень непростая ситуация. Она действительно очень непростая. С одной стороны родители, с другой стороны дети. И вот вы с мужем находитесь вот в такой очень сложной ситуации. Я в ней был, но я не был в такой сложной ситуации. Нам пришлось в свое время двух мам поселить у себя. А, вместе с нас. Да. Мы сделали это, потому что мы видели, что по-другому мы не можем поступить. Это было очень непростое решение. У нас было три этажа жилья, и мы их разнесли. Одна была на первом, другая на третьем. Две мамы – это непросто. Я вас понимаю, но, может быть, за это время что-то изменится. Может быть, родители поменяют, захотят сменить свое место жительства. Может быть, найдется какой-то способ трудоустройства вашего. Может быть, муж что-то придумал. Понимаете, здесь много всего. Много всего, что может произойти за это время. Но вообще я очень рад, что вы вот так поговорили. Да, мне очень было важно, потому что я уже с утра себе места не нахожу. Я по натуре еще и, наверное, паникюр. Как-то я вот... Что будет? Я вот не знаю еще вот такой вопрос. Говорит ли мне детям, своим взрослым, об этом разговоре? Обязательно. 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 Потому что, с моей точки зрения, для ваших детей это будет очень хороший урок. Урок. Это будет для них ориентир, как они должны будут в своих семьях делать. Это очень мудро, то, что вы сделали. Вы просто молодец. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо вам. И более того, ваши дети впоследствии... То есть, они вообще станут, они будут чувствовать себя участниками, что на них лежит... Они, понимаете, как вы, большая семья, вы решаете вместе вопрос. Вы не представляете, как это вас будет соединять. Это то, что должно происходить, в конце концов. У нас же что получается? Каждый сам по себе. Надо детей вырастить. А дети какое-то отношение имеют вообще потом к своим родителям. Ну, пусть они увидят, как один из родителей, ну, просто оказывает почтение своим родителям. Он не может их оставить, потому что за ними надо ухаживать. Где еще мы это можем им демонстрировать? Они об этом точно должны знать. Это должно попадать в поле их зрения. Они должны начать это учитывать в своей жизни, чтобы и своим детям передать. Это невероятно важно, друзья. Спасибо вам за звонок, наша слушательница. Да, с большего квеста. Ну что, у нас осталась одна минута. Давайте резюмировать. Ну, резюмируем следующее. Мы начали разговор о конфликтах. Мы говорим о том, что конфликты, что это такое, поговорили немножко. Немножко поговорили о том, какие они бывают. Совсем немножко. Мы будем продолжать еще несколько передач и говорить о конфликтах. Да, у нас цикл о конфликтах начинается сегодня на 4 передачи. Так что слушайте, друзья, следующий четверг еще. Всего доброго. Спасибо, друзья, что были с нами. Ну, а под конец эфира я хочу сообщить нашим слушателям такую новость, что 6-7 октября на Радио ТС стартует благотворительный марафон. Он будет длиться эти два дня. Всю компанию еще рекламную в социальных сетях и аудиоролики вы еще услышите. Я, наверное, первооткрыватель пока, кто об этом говорит. Так что, друзья, подключайтесь. Мы будем очень вас ждать. Ваша помощь нам очень нужна. Ну что, счастливо. Скоро услышимся. Всего доброго. Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься. Ну, тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи».